Всем привет! Вас приветствует канал YouTube. Я решила сегодня сплести георгиевскую ленточку. Для этого нам понадобится станок для бисероплетения, вот такой, собственно говоря, сам бисер соответствующих цветов, нитки, две иголочки, попозже объясню, зачем две иголочки, ножницы, ну и сама схема нашей ленточки. Немножко о станке скажу. Мой старый станок пришел в негодность, стал вот таким вот страшным, весь выгнулся, так как он был все-таки из картона, делая его на быструю руку, быстро пришел в негодность. Муж мне соорудил вот такой вот станок. Взял планочку, обтесал ее, чтобы не было никаких тут зазубрин, занос. Прикрутил сюда два уголка двух сторон пластиковых, и сделал прорези. Получилось 21 прорезь. Тоже все заточил, чтобы ничего нигде не цепляло. Вот такой станочек. Значит, приступим к делу. Как обычно, кто смотрел мои предыдущие видео, там показано, как все это делается. Значит, нанизываем нитку. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас объясню, зачем две иголочки. Сейчас все увидите. Две иголки нужны будут для краев именно нашей ленточки, потому что ленточки бывают разные, с прямыми углами и с острыми. Ну, я решила заморочиться и сделать с острыми краями. Поэтому нам нужно будет две иголки. Субтитры сделал DimaTorzok Натянула я нашу нитку на станок. Вот так получилось. Теперь берем две иголочки тонкие для бисера и втягиваем в них ту нитку, которая будет проходить в бисере, тонкую тоже, чтобы пролез бисер. Два иголки у нас. Ее, значит, втягиваем в иголочки, эту ниточку. Привязываем наши нитки к станку, к крайним ниточкам. Одну иголочку к одной крайней нитке черной. Ну, не важно, какая там у вас нитка будет. У меня в данном случае это черная. Привязываем крепко на два узелочка можно. Так, одна. И другую ниточку с другой иголочки тоже привязываем к другому краю. Тоже на два узелочка. Вот. И, собственно, по схеме, схема будет ниже в описании, вот тут я начертила схему, нанизываем поочередно с двух сторон, значит, бисер. Значит, набираем поочередно. Первая у нас идет оранжевая бисеринка. Одна на одну иголочку у нас идет. Сразу сейчас дело доделаем тут на одной. Через все нитки не надо проводить иголку, вот так как у нас здесь, получается, будут острые края нашей, нашего изделия, чтобы они были на уровне. Поправляйте так, чтобы все было на уровне. так, дальше идет у нас одна красная, одна черная. Да, начало, конечно, тяжеловато. Теперь дальше продолжаем. Одна опять оранжевая бисеринка, две черненькие. И на одну ниточку постоянно всегда увеличиваем, пронизываем иголочку на одну ниточку дальше всегда. Вот. Как вот у меня. Должно получаться так. Продолжаем. Опять одна оранжевая. Теперь три черненькие. И на другой симметрично так же все делаем. Все точно так же, только симметрично, неудобно. Единственное, из-за того, что я не левша, немножко парюсь. И возвращаемся опять. Ой. Возвращаемся. Понад бусинками. Вернулись. Все красиво, аккуратно поправляем после всего. Затягиваем. Все симметрично, чтобы было. Так. Тут же можно сразу опять одна оранжевая. Уже теперь четыре. Три. Четыре черненькие. Четыре черные. Раз. Два. Три. Четыре. И на ниточку на одну увеличиваем, когда продеваем снизу иголочку. Держим все это, поправляем. Ой, отлично. Так. Видно там? Пронизываем. Не видно. Пронизываем. Так. И здесь одна оранжевая. Пронизываем. четыре черненькие. Четыре черненькие. Так. Следующий ряд будет у нас немножко по-другому. Уже будет в конце не четыре, ой, не черные, а оранжевенькие. Сейчас пойдут. Значит, опять одна оранжевая у нас. Четыре черные. И одна опять оранжевая в конце. Четыре и одна в конце оранжевая. так же самое все делаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так. Теперь одна оранжевая, четыре черные и две оранжевые в конце. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все поправляем, чтобы было все аккуратно и красиво. Теперь эта сторона. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь одна оранжевая, четыре черные и три оранжевые. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА